Альмеческ Собачьи бои или человеческая жестокость? Хозяева едва узнали свою истерзанную собаку после двух недель поисков. На этой выставке картин художники неизвестны. Пока автор работы, набравший наибольшее количество голосов, получит 200 тысяч рублей. Если в те годы буквально один-два участника, в этом году было больше 10 заявок именно только из Башкирии. Работа? В Альмеческе уже полным ходом идет капитальный ремонт домов. В этом году планируется провести выборочный ремонт в 62 многоквартирных домах в городе и населенных пунктах района на сумму около 300 миллионов рублей. За ходом работ на некоторых из них понаблюдала наша съемочная группа. Многоквартирный дом по улице Маяковского 61 – один из первых домов города. Его построили еще в 1953 году. Когда-то там уже меняли кровлю и электропроводку в местах общего пользования. Но капитальный ремонт в доме проводится впервые. В состав работ входит ремонт кровли, ремонт фасада, утепление точнее и замена электросетей. Как вы видите, на данном складе идет монтаж тропильной системы. Порядка 40% уже выполнения есть. По электромонтажным работам тоже в пределах 30-35%. Утепление фасада приступит при наступлении более положительной температуры воздуха. Многоквартирный дом по улице Лермонтова 51 – тоже далеко не новый – 1959 года постройки. В этом году здесь будет произведен выборочный капитальный ремонт. Строители заменят кровлю и утеплят чердачное помещение. Хотим быстрее закончить. Работы продолжаются в интенсивном режиме. Сделано где-то 10% от общего объема. Это не единственные дома в Альметьевске, в которых проводится капитальный ремонт. В этом году капремонт почти на 300 миллионов рублей пройдет в 62 многоквартирных домах. В 18 из них запланирована комплексная работа. В 13 замены лифтового оборудования, а в 16 заменят общедомовые водяные счетчики. Сегодня строительные работы уже ведутся в 25 многоквартирных домах. На сегодняшний день работы в сравнении с 2015-2016 годом начаты на полтора месяца раньше. Ведутся работы уже на ремонте кровель в 17 многоквартирных домах. Электромонтажные работы ведутся на всех 20 многоквартирных домах. Процент выполнения на сегодняшний день составляет более 10%. В Альметьевском районе капитальный ремонт жилья проводится с 2008 года. За это время из 1002 многоквартирных домов капитально отремонтированы 408. Радик Архимов, Полина Сураева, Эдуард Прокопьев, Альметьевск ТВ. У тех, кто ищет работу, теперь есть возможность ее найти, не выходя из дома. Интернет-портал «Работа в России» предлагает соискателям легко и быстро решить вопрос трудоустройства. На сайте трудвсем.ру есть расширенный поиск по общероссийской базе вакансий по любым критериям. Например, по региону, профессии, уровню зарплаты, опыту работы, с предоставлением жилья, а также подходящей социально незащищенным группам граждан. Всю информацию на сайт регулярно направляют центры занятости населения. Портал будет полезен и для работодателей. Информацию об имеющихся вакансиях они могут разместить самостоятельно. Стоит отметить, что каждый работодатель проходит строгую проверку, что позволяет полностью исключить случаи мошенничества и несоблюдения трудового законодательства. А для тех, кто ищет работу в Альметьевске, на нашем сайте есть специальная рубрика. Здесь размещаются свежие вакансии от предприятий города и района. Любой житель города и района может подать в рубрику свое объявление о поиске работы. А сейчас тоже о сети интернет, но только о сообщении совершенно другого характера. Оно не оставило равнодушным многих альметьевцев. Жительница частного сектора поделилась жуткой историей. Ее собака, пропавшая двумя неделями раньше, вернулась домой в истерзанном виде. Хозяйка предположила, что животное стало жертвой человеческой жестокости. Или точнее, нечеловеческой. Елена Морданшина выясняла подробности. Бимка – всеобщая любимица. Каждый день все четыре года своей жизни она радостно встречает хозяев после работы. Но однажды Бимка навстречу домочадцам не вышла. Не появилась она и на следующий день. Две недели собаку искали по всему микрорайону Урсала. Безрезультатно. Хозяева уже отчаялись ее когда-нибудь увидеть. Но Бимка вернулась сама. Любимую питомицу семья не узнала. Хромала на одну ногу. Приползла собака. Вот в чем хочу сказать. Похудела очень. Была в таком стрессовом состоянии, что боялась всех. Очевидцы рассказывают, что собачьи следы жили со стороны, где заканчивается жила застройка и начинаются заброшенные огороды. Первая версия, которую придерживается хозяева-бедолаги, что она попала в руки злоумышленников, которые издевались над ней несколько дней. Вот тут вот где-то шишечка есть. Здесь и здесь. Ребра вообще отвисшие были. Согласно статье 245 Уголовного кодекса России, за жестокое обращение с животными, повлекшее их гипель или увечье, грозит штраф в размере до 80 тысяч рублей, ограничение свободы на срок до одного года, либо арест на срок до шести месяцев. Если преступление совершено группой лиц, наказание намного строже. На то, чтобы окрепнуть и начать выходить из своей будки, Бимке понадобилась неделя. Сегодня четвероногая любимица встречает гостей. Журналисты телекомпании приехали к бедняге с врачом-ветеринаром, которая осмотрела Бимку, промыла раны, обработала заживляющей мазью. Собака имеет множественные раны по всему телу. Они находятся на разных стадиях заживления. Из них особенно можно выделить глубокие раны на спине, на боках и на задних конечностях в области скакательных суставов. Однако версию, что над собакой издевались люди, врач не поддержала. По ее мнению, бедная собака могла получить такие травмы в драке с другими животными. Можно предположить, что раны нанесены другими животными. То есть это были, скорее всего, собаки. На травмы, нанесенные машиной, не похожи. Какие-то издевательства я на данный момент исключаю. Фаридаси Богатулина, друг семьи, выдвигает встречную версию. По ее словам, безобидную собаку могли выкрасть, чтобы использовать для травли бойцовских пород. Я даже слышала такие случаи, когда вот именно даже у приютов или там у волонтеров просили взрослых собак, якобы там во двор. А на самом деле их увозили, чтобы вот именно травить на них вот таких бойцовых псов. Как бы то ни было, главное, что любимец вернулась с семьей и пошла на поправку, считают родные. И советуют другим владельцам домашних животных не отпускать их на выгул без присмотра. Особенно, если это не собака-охранник бойцовской породы, которая может себя защитить. Елена Марданшина, Эльдар Гемаев, Альметьевск ТВ. За окном весна, вот только не радуют ни первые теплые дни, ни яркое солнце. Если вам знакомо такое состояние, специалисты советуют насторожиться. Вполне возможно, что беспричинная грусть, необычное весеннее хандра, а самый настоящий недуг. Сегодня медики рассказали студентам, что такое депрессия, как ее распознать и как с ней бороться. У студента второго курса Альметьевского профессионального колледжа Сергея Мильникова на скуку времени нет. Его полностью занимают учебой. Сергей мечтает окончить колледж с красным дипломом. Он признается, не для всех студенческие годы проходят весело и непринужденно. Часто молодым людям не просто преодолеть стресс, а последствия таких переживаний могут быть серьезными. В наше время студенты встречаются с таких, у которых есть депрессия, которые не хотят ничего делать, замкнуты в себе, нигде не участвуют, ни с кем не общаются. Впрочем, себя к этой категории парень не относит, хотя верное средство от любой тоски, угнетенного настроения, подавленности и плохого физического самочувствия знает наверняка. Больше встречаться со знакомыми, общаться с ними, веселиться. Сегодня версию молодого человека подтвердили медики. Специалисты медучреждения Альметьевска пригласили студентов колледжа на лекцию. Ребятам рассказали, как распознать депрессию и побороть ее. И, разумеется, назвали меры профилактики. Главное, как оказалось, это здоровый образ жизни. С этим соглашаются все больше ребят. Быть здоровым, модно и молодые люди все чаще следуют тренду. В 21 веке модно вести здоровый образ жизни, нежели распивать спиртные напитки. Чаще они уже предпочитают заниматься спортом, ходят в какие-то тренажерные залы, секции. Подводя итог, сказали о главном. Сильнее любой депрессии. Дружба, поддержка и понимание. Точка к точке. Посетители традиционной арт-гостиной в Альметьевской картиной галереи осваивали новый для себя вид искусства – пуантилизм. А помогали им в этом сотрудники галереи. На очередном мастер-классе побывала и наша съемочная группа. Пуантилизм возник в 19 веке во Франции. В двух словах – это выполнение рисунка точечным нанесением краски. Тотечные узоры были известны с древних времен. Их можно встретить на множестве скульптур, рельефах, фресках. За пару часов технику освоить невозможно. Требуются годы обучения. На участники этого мастер-класса смогли хотя бы поупражняться в точечном рисунке. Вот, например, контур сделать. Я вот так вот. Раз, 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 раз. А контур, оказывается, надо делать вот так. Вот, медленно. И будет тогда равномерно. Уже будет похож на контур. На Руси техника точка к точке использовалась при создании чеканок. Краску набирали в соломинке и капали на изображение. Всё, что нужно участникам мастер-класса – деревянная пластинка с магнитом, карандаш для едва заметного наброска рисунка, акриловые контуры и матовый акриловый лак. Преподаватели мастер-класса – сотрудники картины и галереи. Приёмы мозаики, графики и витража всё больше увлекают людей, признаются работники галереи. Отличие пуантилизма в том, что краски не смешиваются на палитре, что позволяет создать некий оптический эффект. Стиль отличается лёгкостью исполнения, красотой и изящностью. Пейзаж. У меня он получается немножко нелепый, так как я очки забыла, но я стараюсь. У меня тут что-то такое, типа цветочка. Художник я, конечно, не ахтит, но что получится. Среди гостей вечера – дети и школьники. А большинство составляют постоянные посетители арт-гостиной, не в первый раз пробующие себя в изобразительном искусстве. Посетители арт-гостиной. На каждое мероприятие мы приходим. На концерты, на вот такие поделочки. В тот раз рисовали на песке, на цветном. Очень красивые узоры. А сегодня у нас вот точечки. Хотят, чтобы мы научились рисовать. И как вы оцениваете, получается у вас пока? Ну, думаю, что да. Посмотрите. Что, разве плохо? Следующий мастер-класс пройдёт завтра, 8 апреля. Картина-галерея приглашает любителей современной татарской открытки. И ещё одна новость из мира искусства. В Альмитиске вновь стартовал конкурс «Арт Сабантуй». На выставке представлены самые достойные, по мнению профессионального жюри, работы художников. А вот победителя конкурса выберут обычные люди – посетители выставки, которые проголосуют за понравившуюся работу. Какие работы представлены на суд зрителей и где их можно будет увидеть, расскажет Полина Сураева. Какому автору принадлежит та или иная картина – загадка для всех. Но в этом-то вся прелесть конкурса, говорят организаторы. Зритель руководствуется своими впечатлениями и не берёт в расчёт авторитет маститых художников или неопытность начинающих. «Арт Сабантуй» в пятый раз проходит в Альмитиске. С каждым годом количество участников растёт, и выставка становится всё интереснее. В этом году художники прислали 168 работ. Жюри для конкурса отобрало 30. Если раньше это проводилось масштабом только республики, то у нас здесь есть и Башкирия, и Самара, и Тольятти. И причём Башкирия в этом году очень активна. Хочу особенно сделать акцент, если в те годы буквально один-два участника, в этом году было больше 10 заявок именно только из Башкирии. Работа не похожа друг на друга и представлена в разном исполнении, но тем экспозиция интереснее. Главное правило конкурса – придерживаться заданной темы. В этом году она обозначена так – есть милая страна, есть угол на земле. Мы часто посещаем выставку. С моими друзьями, пожалуйста, пришли сегодня пять человек. Вот, мы посещали выставку Хузина. Очень понравился. Среди нас, эти мои друзья, все художники, альмитиские. Каждая картина имеет свой номер. Прогласовать за понравившийся может любой желающий. Победители станут известны 13 мая. Свой голос понравившейся работе можно отдать и в интернете на сайте artsabantui.ru. Сегодня и завтра выставка будет располагаться в картиной галереи. А следующим пунктом в маршруте передвижной выставки станут нефтяной институт, политехнический техникум, исполнительный аппарат компании «Татьнефть», Центр детско-юношеского творчества, Альмитиский драматический театр, медсанчасть «Татьнефти» и другие. Конечной точкой «Артсабантуи» будет праздничная площадь перед Дворцом культуры «Невча» в День Победы. Полина Сураева, Эдуард Прокопьев, Альмитиск ТВ. Альмитиские спортсмены и судомоделисты вновь первые. В городе Бердске Новосибирской области в рамках Всероссийской научно-технической олимпиады прошли всероссийские соревнования по судомодельному спорту школьников. Соревнования проходили в восьми классах моделей, в личном и командном зачете. В них приняли участие семь команд из Татарстана, Пермского и Хабаровского краев, Новосибирской, Томской и Тюминской областей. Команду Татарстана представляли учащиеся судомодельного объединения станции юных техников «Альмитиска». В личном зачете в классе моделей ЕН-600 «Альмитиские ребята» Руслан Шарафудинов и Илья Кудинов заняли, соответственно, третье и первые места. А в командном зачете команда из «Альмитиска» заняла четвертое место. И в завершении выпуска связаться с нами стало проще. Телекомпания «Альмитиск ТВ» принимает ваши сообщения в популярных мессенджерах – WhatsApp, Viber и Telegram. Чтобы поделиться мнением, рассказать о проблеме, задать интересующий вас вопрос, достаточно отправить сообщение на номер, который вы видите на своих экранах. Услуга предоставляется по стоимости, установленной вашим мобильным оператором. Дополнительной оплаты нет. Это были все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова